МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните старый советский анекдот? Приезжает работяга на Чёрное море, просыпается утром, счастливый, что впереди 21 день блаженства, выходит на балкон своего санатория и веет пляж, усеянный почти голыми женскими телами. Ох, вздыхает советский труженик, тут же работа непочатый край. Поездка на курорт для советского человека была потрясением всех его моральных устоев. Всю жизнь из него делали скромный винтик в большой системе. А тут он попадал в такую сказку, что можно было возомнить себя царём. Простите, можно же иначе посмотреть? Там фасон интересный. Этот? Да-да, если можно. Пожалуйста. Спасибо. Реальность-то была затхлая такая. В реальность это заводы, фабрики, утром гудок, очереди, общественный транспорт, вечером что-то перехватить, детей в магазине, где ничего нет. И жить там на 120 рублей в месяц, и вдруг получить подарок от государства на 180 рублей для того, чтобы провести шикарное время. Море и солнце, шашлыки и вино, танцы и экскурсии. И главное, курортный роман. Невероятное сексуальное приключение посреди безрадостной рутины повседневности. Володя, ну пусти ты, лодку перевернёшь. Главное событие жизни человека советского периода. Потому что всё остальное на глазах. Везде портком, везде правком, везде можно было написать, пожаловаться, тебя бы изгнали. А вот здесь, когда возникла какая-то курортная история, то здесь это всё далеко, это всё за семью тайными. Глядя на историю советского курортного дела, видится коварный замысел государства. Трудись, товарищ, целый год, даже не мечтай о радостях жизни. А потом тебе дадут конфетку. Погуляешь, разойдёшься, выпустишь пар. В снарях здравницы под наблюдением врачей отдыхающие принимают солнечные ванны. В санатории созданы все условия для прекрасного отдыха советских людей. Люди наверху тоже понимали, что народу надо какой-то снять стресс, чтобы он потом целый год нормально работал на производстве и давал результаты какие-то. Ни в одной стране мира в 20 веке народ не получал почти бесплатных путёвок в рай. Каждый, самый скромный труженик Советского Союза, имел шанс хотя бы раз в жизни побыть человеком, сытым, немного пьяным, раскрепощённым. До революции в России было 60 санаториев на 3 тысячи мест. Те, кто побогаче, ездили на воды в Европу. Но престижным считался и российский Крым. Чеховская дама с собачкой упала в объятие обаятельного мужчины в Ялте. Я люблю чистую, честную жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что я делаю. Грустная история любви двух несвободных людей. Чехов показал нам, курортный роман способен сломать человеку жизнь и очень громко перевернуть её страницы. Так было во все времена. Евпатория. Сегодня этот курорт уже за границей. А когда-то он был частью России и пользовался бешеным успехом. Особенно в начале прошлого века. Романов, как это и положено под Южным Солнцем, здесь всегда случалось немало. А нас заинтересовала история, о которой почти никто не знает. Февральская революция освободила из тюрем сотни политических заключённых. Всех, кто получил большие сроки за покушение на царский режим. Теперь они, герои, их везут через всю страну в специальном поезде, останавливаясь для триумфального приветствия народам почти на каждой крупной станции среди освобождённых политических зэков и террористка Фанни Каплан. Фанни Каплан и её товарищ по анархистской группе готовили покушение на киевского генерала-губернатора Сухомлинова. Произошёл взрыв. Потенциальные террористы выбежали немедленно из гостиницы и попытались скрыться. Товарищу скрыться удалось. А поскольку Фанни получила ожоги и ранения, то её полиция задержала. Мы думаем, что Фанни Каплан выглядела как в фильме «Ленин в 18-м году». Какая-то шапокляк, неумело выстрелившая в вождя революции. Фанни Каплан. Да. Решено. Когда? Сегодня. А на самом деле это была высокая, красивая девушка с роскошными чёрными волосами. Но после неудачного взрыва при покушении на киевского генерал-губернатора Фанни почти ослепла. Общество помощи освобождённым политическим решает подлечить освобождённую террористку. Фанни Каплан получила путёвку в санаторий Приморский. Он сохранился до сих пор. Правда, в 17-м его называли домом политкоторжан. Здесь поправляли здоровье борцы с режимом всех мастей. И политические разногласия не мешали любовным связям. Фанни Каплан и представить себе не могла, с кем через неделю пребывания на курорте у неё случится страстный роман. Ульяна мулькались многие женщины. Он был красив. В отличие от брата, не имел оспу. Говорил, не картавил. Кроме того, он был всё-таки врач. Врачи в те времена это была отдельная каста. Они хорошо зарабатывали. Дмитрий Ульянов был главврачом дома для политкоторжан. И очень весело проводил в Крыму свободное от работы время. Евпатория ещё не разрушена. В августе 17-го года здесь шумят кабаки. Полно красивых дам. Это где-то в Питере временное правительство. Смута и политическая борьба. Здесь революционеры расслабляются. Не стесняясь нарушать привычные нормы морали. На первом этапе очень были вольные отношения в партиях и в партии большевиков. Что так называемые афинские вечера происходили. Афинские вечера – это оргии практически. То есть свободные отношения. Всё это описывает в своих мемуарах Виктор Баранченко, который в то время был членом коллегии Крымской ЧК. Что греха-то изнойной Евпатории случались романы. И от некоторых старых политкоторжан беременели молодые социалистки. К счастью, с Фанни Каплан этого не произошло. История романа Фанни Каплан и Дмитрия Ульянова была вычищена из всех архивов. Это же ужас! Не может брат Ильича крутить роман с женщиной, которая хотела убить вождя революции. Сохранились лишь немногочисленные воспоминания очевидцев. Внук комиссара Центробалта Павел Хорошко говорит, что дед считал Ульянова врачом, нарушившим клятву Гиппократа, который воспользовался тяжелой болезнью пациентки в личных целях. С каторги почти все возвращались с туберкулезом. Это болезнь всех заключенных. Тут такая ситуация, туберкулезные барышни все сексуальны. Агрессивно-сексуальны. Может быть, и это сыграло. Он, как врач, это понимал и практику мог иметь подобную. А другие историки говорят, что случилась чистая любовь. Фанни Каплан не могла не влюбиться в своего лечащего врача. Он был такой внимательный, такой умный, такой красивый. Судя по всему, Фанни Каплан приехала на море девушкой совсем неискушенной. До каторги она ни разу не была близка с мужчиной. И это была первая любовь. Ведь она в юном возрасте попала на каторгу. Возлюбленного у нее не было. Длительное пребывание на каторге и воздержание половой жизни, конечно, в общем, наверное, вполне могла способствовать, что ей тоже хотелось испытать каких-то острых ощущений. Одно омрачал этот красивый курортный роман. Бесконечные споры на политические темы. Фанни Каплан выступала за продолжение войны с Германией, а большевики воевать не хотели. Каплан поддерживала эсеров. Дмитрий Ульянов этот выбор не одобрял. Ленин, еще сбривший бороду, прятался в Финляндии. Великий Октябрь был впереди. Курортный роман Фанни Каплана и Дмитрия Ульянова закончился расставанием. Чаще всего он бросал женщин, а Фаины Каплан бросил его ради революционного дела. Я думаю, что это было ему именно пощечено, как мужчине, потому что он мог оставить женщину, а тут в Селаду уехала. И он еще не знал, что выстрел будет. После покушения на Ленина Фанни Каплан была зверски избита матросами и приговорена к смертной казни. Известно, что на допросе она не стала говорить о курортном романе с братом вождя, но все же чуть не выдала этой тайны. Из протокола допроса известно, что промах ее первый раз в жизни произошел, потому что она вспомнила ласки Дмитрия на мысе Тарханкут. Ну, а там и сейчас любят купаться обнаженными, как и в те далекие годы. После Октябрьской революции новые власти один за другим издают декреты про курорты. Больше всего их волнует, конечно, прекрасный Крым, Ливадия. Любимое место отдыха царской семьи. Нам тоже надо, – голосят большевики. Только революция произошла, что у Ленина не было других забот. Один из первых указов – это о передаче курортов Крыма для лечения трудящихся. Царский дворец Ливадия становится крестьянским курортом. В Ливадии решено организовать первый в стране крестьянский курорт. Измученных продразверсткой и голодом сельских дружеников ждут 300 коек в Большом и Малом дворце. Во все губернии страны рассылают рекомендации о способе отбора больных крестьян для лечения на курортах. В них указано – направлять крестьян исключительно от цехи. Никто из сельских властей и служащих на эти койки отправлен быть не может. По тем данным нашим, рубль, вложенный в санаторное дело, давался 7 рублей прибыли за счет снижения заболеваемости. Но курортники от цехи, собираясь на отдых, не понимали, что это профилактика будущих болезней и борьба со старыми. Крестьяне прощались навсегда с родными, распродавали имущество и запасались едой. Путь на крымский курорт смахивал на этап. По приезде все проходили санобработку и получали казенную рубаху и штаны, похожие на одежду душевнобольного в бедной больнице. В санатории крестьяне, помимо лечения, получали еще ежедневную промывку мозга силами самых мощных пропагандистов. Вот как описывает встречу с ними Маяковский. Сам самодержа здесь же рядом, гонял по залам и по бильярдам. И вот где Романов дулся с маркерами, шары ложа под свитское ржание. Читаю я крестьянам о форме стихов, его содержание. Еще с советских времен у нас осталась память. Хочешь быть здоровым, пей побольше нарзана. Вот как описывал эту минеральную воду поэт Осип Мандельштам. Это как будто просто углекислая вода, которая излечивает сердечные болезни. Но это не так просто. Это шампанское, бьющее прямо из-под земли. Натуральное шампанское, возбуждающее, чуть-чуть пьянящее. Судя по курортным романам, которые случались на наших минводах, возбуждающего нарза на советские отдыхающие пели много. На курортах кавказских минеральных вод чудесный горный климат, целебные грязи, солнце в любое время года, живописные долины и романтические ущелья, каскады водопадов. Товарищ Бендер, как вы помните, собирал с отдыхающих деньги на ремонт провала. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Граждане деньги охотно сдавали. Вокруг уникальной пещеры, как видно, большая суета. В середине 20-х руки Кремля доходят и до этих целебных мест. Кисловодск – это было место императорское, скажем так. То есть, когда начались вот эти волнения, весь двор петербургский переехал в Кисловодск. И вот там сложилась такая вот уникальная ситуация, когда они ждали, когда все закончится. Ну, как вы понимаете, ничего не закончилось. И потом некоторое время Кисловодск был в запустении. Своим возрождением Кисловодск обязан Максиму Горькому, который после возвращения в Россию из солнечной Италии обратил внимание на бедственное положение советской интеллигенции. Наша интеллектуальная элита голодала, мерзла, ютилась по грязным углам вместе со всей страной. Алексей Максимович Горький основал комиссию содействия ученым. Началось вот это вот развитие курортного дела именно в среде творческой интеллигенции. Они жили в прекрасных санаториях. Это санаторий КСУ, теперь это санаторий Негорького. Он сохранился в Кисловодске. Самый частый гость этого санатория – композитор Сергей Прокофьев. После революции он уехал давать концерты на Западе, женился на испанке Лине Кодина и долго думал, нужна ли ему теперь такая родина. Но в 36-м он все-таки вернулся в Советский Союз. Когда отец решил вернуться, последней инстанцией была мама. Она могла сказать, нет, я не поеду. И он бы тогда не поехал, и все было бы по-другому. Но она его очень любила и сказала, ну, раз ты хочешь, давай поедем. Если бы Лина знала, что в Советском Союзе она потеряет мужа, то, наверное, никогда бы не поехала в Москву. Очень тяжелый удар. Удар неожиданный. Не потому, что ей вдруг сообщили то, к чему она не была готова. Именно потому, что она мужу своему очень доверяла, и они действительно всегда друг другу все говорили, она настолько привыкла, что с ним этого не бывает, что с ним не бывает вот этих вот походов на сторону, увлечений. Хотя если заглянуть в изданные дневники Прокофьева, то можно увидеть, как много места в них занимают всякие романтические впечатления от хорошеньких консерваторок и прочих молоденьких дам. Композиторов всегда прельщали юные девы. Девушку, из-за которой он бросил семью, Прокофьев встретил в любимом Кисловодске. Каждый год он приезжал сюда, чтобы победить мучительные головные боли. Лина Ивановна в своих воспоминаниях ей потом всегда говорила, ах, это комсомолка в горах с альпинистским снаряжением. Это для нее был чуждый тип. Но жена композитора ошибалась. В Кисловодске ее мужа очаровала совсем не бодрая спортсменка, красавица и комсомолка. Композитор увлекся юной скромной поэтессой. Еще из санатория в Кисловодске он пишет своей жене, что за ним тут ухаживает милая еврейка. И, приехав в Москву, Прокофьев сообщает Лине, что полюбил другую. Все восприняли это так, как будто и должно было быть. Вот в чем был ужас вот этой ситуации. Невзирая ни на что, распад института брака состоялся после революции. И вот эта вот курортная жизнь, это вот лишнее доказательство. Но сразу уйти из семьи не получилось. Держали два сына, мучили сомнения. Окончательно Прокофьев ушел к своей курортной любви перед началом войны в 41-м. Когда отец уже уходил, пошел проститься с матерью. Ну, а я шел за ним. И когда он уже подошел к двери, он меня обнял, поцеловал и сказал загадочную фразу. Когда-нибудь ты меня поймешь. Вот я до сих пор, ломая голову, как я должен понять. До конца своей жизни Лина ненавидела слова «курорт» и «кисловодск». Цивилизованного развода не вышло, были истерики, обмороки, угрозы покончить с собой. Оставшись одна, она часто пишет матери в Париж и говорит, что больше всего на свете сейчас хочет уехать из ненавистного Советского Союза. Вскоре на нее обращает внимание НКВД. Лину отправляют в лагеря на 20 лет. Статья 58. Измена родине. Арестовали ее 20 февраля 48-го года. А за неделю до этого ее муж, наконец-то добившийся от нее развода, женится на Мире Мендельсон. Проживет он в новом браке недолго, всего 5 лет. И многие считают, что погубил так рано композитора именно курортный роман. Не исключено, что он подточил себе и нервы, и здоровье, как раз много одинаковых вопросов себе задавая, что было сделано не так. Если говорить честно, то и каждая в отдельности, и обе они вместе невольно, из самых лучших, самых позитивных чувств, жизнь-то Сергея Сергеевичу сократили. С каждым годом сталинского режима курортология становится все более престижной частью советской медицины. Денег на развитие всесоюзных здравниц выделяет все больше и больше. В 1934 году было выделено полтора миллиарда рублей. Это в ту пору по тем понятиям где-то в районе 7-8 миллиардов долларов на приведение в порядок, на создание курорта в городе Сочи. Эти деньги были реализованы. Денег вот в тот момент на Турксип и на магнитку было выделено меньше. В начале 30-х в Сочи строится помпезный зимний театр. Закладывается проспект имени Сталина. Сейчас его называют курортным. И поражающее воображение дворцы для отдыха советских трудящихся. Парки, колоннады, ротонды, дворцы были построены в сталинский период. Лучше всего впечатление от великолепия сталинских курортов передано в фильме «Старик Хаттабыч». Хаттабыч убежден, что это дворец султана. Мы погибли. Мы попали во дворец богущества Владыки. А по дворцовым аллеям бродят в пижамах простые колхозники, рабочие, пастухи и шахтеры. Дорогой гражданин, зачем обижаешься? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек. На ковре самолете Хаттабыч и Волька прилетели в санаторий имени Анджоникидзе. Размах строительства которого сравним с возведением в Москве ВДНХ. Чего стоит только фонтан, танцующий вакханки и роспись потолочных сводов. Лучшие архитекторы страны приехали строить здания. Лучшие озеленители страны приехали для того, чтобы все вот это великолепие разбивать. Приехали художники из Палиха и Мстеры для того, чтобы расписать потолок. И вот после этого он превратился во дворец. А может Сталин бросился развивать курортное дело, потому что и сам под южным солнцем перешил курортный роман? И какое-то время все, что связано с Черным морем, ему очень нравилось? В начале 20-х Сталин чаще всего отдыхает в Нальчике. Но потом попадает в Сочи и сразу становится поклонником Мацесты. Еще в 1913 году мацестинские минеральные источники были признаны сильнейшими в мире по своему лечебному воздействию. Мацесты это уникальный на самом деле целебный источник, который сейчас, кстати, не популярен. И он в запустении. Это очень жалко очень. Если бы не чудесные ванны, которые принимал Сталин в Мацесте, культ личности в нашей стране закончился бы гораздо быстрее. Потом здесь продлит свою жизнь эпоха застоя. Мацесту обожал Леонид Ильич. В этих ваннах мокла вся наша партийная элита. У Сталина был ревматизм. И поэтому вот именно там он поправлял свое здоровье. Ему было легче и там ему было лучше. К концу 20-х представители портверхушки уже не берут с собой на отдых не только детей, но и официальных жен. Зачем? В санаториях и на госдачах много женского персонала. На вечеринки под южными звездами приезжают любовницы из Москвы. Там вполне могли быть честные работницы санаториев, массажистка, еще кто-то, медсестра. Сугубо для наблюдения за состоянием здоровья, вид персонажей. Когда Сталину сказали, что к маршалу Черняховскому постоянно приезжают красивые женщины, а Мехлиц спросил, ну что будем делать? Так, а Сталин ему сказал, что делать будем, что делать будем, завидовать будем. Мы привыкли думать, что Надежда Аллилуева всю жизнь была очень несчастна рядом с мужем-тираном. Но их курортная переписка говорит о другом. Вначале была любовь. И очень сильная. Он пишет ей не просто целую тебя крепко-крепко и много-много, он пишет целую кепко-кепко, много-много. То есть это какое-то уменьшительное ласкательное произношение, а может быть так их дети говорили. И она бросала все и приезжала к нему, узнав, что он заболел. Это были такие страсти в начале. И есть письмо, в котором Сталин пишет, что шлет супруге в Москву персики с нашего дерева. Значит, у них было какое-то дерево, возле которого они тепло общались. Надежда Сергеевна отвечает, что скоро осень, и она вышлет мужу шинель, потому что боится, что он простудится. Видна, ну просто великая такая забота друг о друге. Как ты доехал, как ты добралась, как там с погодой. Я планирую приехать к нашим ребяткам. То есть вот такое душевное отношение. В 1932 году Надежда Аллилуева кончает жизнь самоубийством. К этому времени все человеческое в ее отношениях со Сталиным погибло. После смерти жены Сталин затевает строительство в Сочи новой дачи. В документах ей дают условное название «Зеленая роща». Сегодня здесь устроили гостиницу и музей. Предметов, напоминающих о Сталине, осталось немного. Письменный стол, бильярд, камин. Кроватки на даче Сталина были сиротские, явно не для залихватских оргий. Обстановка казенная и неуютная. Туристов забавляет мало похожая на вождя народов фигура из воска. Глядя на обстановку этой дачи, становится понятно, в каком состоянии пребывал в то время Сталин. Его уже ничего не радовало. Простые радости жизни забыты. И он без конца эти фонтаны менял. То уберите, то сделайте, то пересадите. Это такая нервная была обстановка на этой даче. Но, по крайней мере, женский вопрос вообще не стоял. Соседями Сталина в Сочи были Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Михаил Калинин и Лаврентий Берия. Но к середине 30-х они стали вести себя гораздо скромнее, чем раньше. Было очень страшно. Не до романов. Простенькие павильоны в Мацисте решено превратить в огромный комплекс. Но до войны успевают построить только один монументальный корпус. Это здание было построено в 1940 году. По периметру этой площади предполагался целый комплекс таких зданий. Пройдет много лет, и здесь наконец-то появится политический лидер, которому Мацеста даст небывалые для него сексуальные силы. Проводилась стимуляция реальной сексуальной функции. И это тоже работало по-своему очень хорошо. А потом отдых, отсутствие стресса, уход от повседневных проблем. Он оказывал такое будоражащее действие. Все члены Политбюро приезжали на госдачи. У них была очень строгая своя программа. Им устраивали свои какие-то мероприятия, выезд на прогулку в море, катера, яхты. У них все свое было. В 70-е город Сочи живет от спецпроезда к спецпроезду. Курортный проспект перекрывали в честь самого важного московского гостя. Иногда мы слушали, значит, репортаж о том, что вот сегодня в Москве Леонид Ильич, как же он в Москве, когда сегодня его видели в машине на курортном проспекте. У него была своя там ванна, у него была своя там палата. Так что все специальная обслуга, которая это, определенные дни, когда и часы, когда он приезжал, и все замирало в Сочи, потому что поехал Леонид Ильич. Брежнева мучил страшный артроз, и врачи ему помочь не могли. Он принимал заграничные таблетки, делал массажи, но ходил все хуже и хуже. Съездил в Карловы-Вары, но чешская минеральная вода оказалась бессильна. И Брежневу, наконец, сказали, в Советском Союзе и свой есть курорт не хуже. Он впервые посещал Мацесту заболеванием опорно-двигательного аппарата. Его охранники, помощники вынуждены были поддерживать и практически поднимать его по лестнице для приема этих процедур. Вот она, ванна, которая помнит больное тело дорогого Леонида Ильича. Здесь, оставаясь один на один с медицинской сестрой, Леонид Ильич погружался в ванную и придавался воздействию целебной силы мацестинской минеральной воды. Через две недели он уже сам надевал носки и ходил без поддержки охраны, как будто у него появились другие суставы. Он демонстративно спускался по тем же самым ступеням, но уже пританцовывая чечетку. Свидетели вспоминают, что у Брежнева улучшились аппетит и сон, и появилось какое-то особое настроение. Говорят, что мацеста вернула генсека к радостям секса. Это было еще одним завоеванием советской курортологии. Во всесоюзных здравницах мужчины вдруг ощущали небывалый прилив сексуальных сил. Приезжая на курорт, отвлекаясь от той обстановки, где он получил эту травму психическую, я имею в виду сексуальные планы и так дальше, я знаю массу случаев, когда это все уходило. Генсеки тоже люди. Только простой человек не может расслабиться в постели из-за козни начальника смены, а глава государства из-за холодной войны и гонки вооружений. В Сочи Леонид Ильич увлекся прямой местной филармонии. Анна Шалфеева была талантливой певицей. Судьба ее печальна. Она всегда хотела большего. Петь не в Сочи, а в столице. Выйти замуж за известного человека. Блистать и удивлять. А жизнь в курортном городе казалась ей болотом. Ну я думаю, что он ей был симпатичным. Она даже, знаете как, она даже его серьезно не воспринимала. Как-то так и было странно. Что? Ну, говорит, ну Ленечка. Ленечка, вот так всегда. Этот курортный роман Генсека не был для него событием, меняющим жизнь. Так, несколько милых вечеров с красивой, интересной женщиной. А вот Анна Шалфеева с годами стала по-другому относиться к этой связи. Все, что связано с Брежневым, стало для нее очень важным. У нее в доме стоял буфет, и там стоял интересный такой красивый сервиз. Я всегда говорила, Анна Васильевна, почему вы не хотите? Вот давайте чай выпьем с этого сервиза. Она говорит, нет, нельзя. Из него пил Леонид Ильич. От души благодарю за вручение мне высокой награды президиума Всемирного Совета Мира. В памяти народа Брежнев остался правителем, который еле говорил и плохо соображал. Но если бы Анна Шалфеева написала мемуары, то образ Генсека там был бы другой. Мужчина, который умел быть очень галантным и делающий щедрые подарки. Как Карелана Васильевна, если он когда-то что-то, когда-то имел какие-то чувства какой-то женщине, он всегда их устраивал. Он или бы давал замуж их очень удачно, или устраивал их на хорошую работу. То есть он просто так вот не поступал. Она о нем очень хорошо отзывалась. Но что позволено Генсеку, больше не позволено никому. Даже его любимой дочери. В Сочи Галина Брежнева, благодаря усилиям папы, пережила крушение любви. Галине Брежневой был 31 год, когда она влюбилась в 17-летнего Игоря Кио. В то время она была замужем за артистом цирка Евгением Милаевым и часто бывала с ним на гастролях. Игорь Кио всегда был рядом. И вскоре о романе дочки Генсека знал весь коллектив. Супруг Галины на информацию о крупных рогах отреагировал оригинально. Евгений Милаев, муж Галины Леонидовны, тогда сказал Игорю Кио, что так по-мужски, сказал достаточно грубо для телевидения, что Галина Леонидовна не лучше остальных баб. Но для юного Игоря Кио она была лучше всех на свете. И в 62-м Галина оформила развод, чтобы втайне от родителей выйти замуж за молодого иллюзиониста. Брежнев был категорически против. Но влюбленные сыграли в ресторане «Прага» шумную свадьбу и после сразу отправились в Сочи. Это была медовая неделя, наверное, так можно сказать, когда они туда уехали. Но что они могли делать и делали в Сочи? Естественно, они поселились в одном номере в гостинице. Но когда это Леонид Ильич узнал, и, в общем-то, ночью к ним вошли, и паспорта отобрали, и все, их выселили, и на этом роман закончился. Игорь Кио остался в Сочи один. В гостиничном номере следы почти что борьбы. Пару разлучали сотрудники КГБ. И Галина устроила громкий скандал со швырянием предметов. Ее насильно посадили в самолет и отправили в Москву. Кио остался в Сочи гастролировать уже без своего паспорта. И через некоторое время он ценной бандеролью получил свой паспорт, где в самом начале его стояла печать, подлежит обмену. А та страничка, на которой находился штамп о регистрации брака, была вырвана. По велению Брежнева брак был расторгнут, и влюбленные больше не виделись. Говорят, что Игорь Кио до конца своей жизни не любил ездить в Сочи. Вы можете себе представить чувство человека, который жил в Узбекистане, выращивал хлопок и никогда не видел больших городов. А тут его отправляют в белокаменный дворец, где бесплатно вкусно кормят, предлагают принять жемчужную ванну, а вечером развлекают танцами. Культурный шок. Вот как можно назвать состояние большинства советских трудящихся в первый день пребывания в какой-нибудь всесоюзной здравнице. Курорт был взрывом привычных основ человеческой жизни. Сносило крышу, как говорят в 21 веке. Гражданин позволял себе то, на что решиться дома никогда бы не смог. Как будто он оказался в параллельной реальности. Все как во сне. Очень быстро адаптировались, впитывали атмосферу лекомыслия, флирта и, соответственно, я думаю, что там на второй неделе своего пребывания там уже пускались во все тяжкие. Это ощущение было, что попали в такой рай. Как я говорю, со всех сторон обволакивает и расслабляет. Распределением путевок в рай в советское время занимались правкомы. Сегодня это трудно представить, но граждане платили за счастье не больше 25% от полной стоимости. И на подобную халяву мог рассчитывать каждый. Распределяют путевки в санатории, дома отдыха, туристские базы. И каждого из приезжающих по путевке на отдых или для лечения встретят и окружат заботой и вниманием. Санатории делились на совминовские, ведомственные, отраслевые и общепрофсоюзные. Понятно, что члены ЦК или министры отдыхали гораздо в лучших условиях, чем простые работяги и рядовые служащие. Вы не возражаете? Я тут одна сейчас к вам пересяду. А? Здравствуйте, Мария Спиридонова. Ну что ж, а я все равно рада вас видеть. А народ получал путевки в санатории общепрофсоюзные. И первые два дня отдыхающий обычно много жаловался. И кровать плохая, и вентилятор сломан, какие-то запахи из кухни. Хотелось бы телевизор. В санатории имени Орджоникидзе отдыхала дружная пара. Управляющий угольным трестом товарищ Госсолов и член правительства Российской Федерации, знатный шахтер товарищ Борискин. Ну, ему что-то немножко улучшают, но все знают, что спешить не надо. На третий день возникает роман. Вот. В столовой за столиком, где посадка. Там принудительная или еще в другом месте. И все. Все жалобы кончились. Человек практически не бывает в этом номере. Но роману мешала медицина. Государство хотело, чтобы трудящийся поправил здоровье. И все отдыхающие обязаны были посещать различные процедуры. График лечения был очень плотным. Тяжело и вредно быть толстым. Кисловодцы помогают бороться с нездоровой полнотой. Это очень утомительная работа. Но чего не сделаешь для здоровья? У него до обеда процедуры. Он должен бассейн пройти массажиста. Там ингаляторы. Там же исследования проводятся. И после обеда он должен бассейн посетить. Ему напрописывали. Он ходит с этой карточкой курортной. И там ему только отметки делают. И горе тому, кто вздумал процедуры пропустить и удалиться с дамой сердца на пляж. По возвращении домой человек обязан был вернуть в поликлинику свою курортную карту, где были учтены все пройденные процедуры. И самое главное – непройденные. Там уже мало не покажется. Там профсоюзный комитет тебя приглашает. Там так пропесочат. И на следующий раз тебе путевку могут вообще не дать. Поэтому между собой обменивались, когда приезжали и говорили, ты там меньше рассказывай, говори, что здоровый, чтобы тебе меньше назначили этих процедур, чтобы у тебя больше времени было саму себе принадлежать. Расслабляющая атмосфера курорта действовала на малоискушенных людей разлагающе. Семья забывалась в первую неделю. Путевки не давали по семейному-то типу. Путевки всегда были индивидуальны. Кстати, в Цыковских санаториях везде полагался отдых с женами. В санаториях высшего ранга. А в санаториях попроще, конечно, только человек сам. А приори предполагалось, что человек должен в санатории лечиться преимущественно. Что он болеет, отдает все силы делу, истощается морально и физически, поэтому надо было лечить. Эти пальмы, но адрес мой... Герой Александра Михайлова впервые в жизни попадает в бар и пробует коктейль. Такое он видел только в кино. И представить не мог, что когда-нибудь попробует что-то еще, кроме водки и самогона. И что в итоге? Расслабленный, пьяный человек, переживающий небывалые впечатления, влюблялся в тетку, которую в обычной жизни обошел бы за пару километров. Лучшие механизаторы, комбайнеры, водители, они зарабатывали приличные деньги. И оказавшись там, они, в общем, очень быстро... Вот эта атмосфера, ну, мягко говорили, комыслия, иногда даже разврата, сразу засасывала в неискушенных сельских этих. И возникали такие бурные романы. И, безусловно, это доходило до деревни. И в деревне курортный роман колхозника становился достоянием широкой общественности. Его осуждали все, включая родных детей. На отца! Ну, руби! Руби, сынок! Руби! Обманутую жену жалел весь колхоз. Или фабрика, если дело было в городе. Паразит! Ах, паразит! Бабская солидарность имела в то время официальные формы, которые были придуманы и спущены сверху. Женсовет тогда это страшная вещь была. Женсовет, это было, в общем, сопоставимое, ну, если не с райкомом партии, не бюро райкома партии, то, в общем, с народным контролем внутри. В итоге собрался женсовет. Мне поставили ультиматум, чтобы я прекратил порочную практику отправлять лучших людей своего хозяйства отдыхать в общую санаторию Тихий Дон Лазаревская. Мужчины выходили в пиджаках, несмотря на жару. И, в общем-то, каждый старался вот этот вот статус курорта своим самим видом и отношением поддержать. Наши женщины дополняли купальный костюм не только шляпами. Пляжная мода брежневских времен требовала большого количества золотых украшений. И то, что в Москве лежало в шкатулке и доставалось редко, здесь становилось дресс-кодом, который поддерживали все. Во время штормов у нас очень много выкидывает золото, всяких колец, цепочек, потому что чуть-чуть ни одно неостороннее движение, мокрое, все слетает. Но, естественно, зная это, а жарка даме, что она делает? Она заходит по пояс, охладиться-то хочется, по пояс в воду, складывает все свои брюлики, окунается, и вырос. Мы смеялись, ну просто сбоку это было... Набережная любого курортного города превращалась вечером в парад невест. Наряды для выхода в курортный свет шились и добывались в течение года. Лещет прибор, белый забор, такие беседки потрясающие. Ты выходишь, и ты понимаешь, что тебя это обнимает, что тебя это уносит за собой. И у тебя начинает гореть глаз, и ты думаешь, а черт возьми, чем черт не шутит? А вдруг он взглянет на меня так, что мне захочется провести с ним вечер, поговорить с ним. Итак, дамское танго! Дамы приглашают кавалеров! К вечеру охотницы за мужьями делали сложные укладки и доставали из чемоданов шпильки. Посмотрите на героиню Людмилы Гурченко в фильме Старые стены. На ней в южный вечер костюм из джерси. Ей, конечно, жарковато, но это лучшее, что могло быть тогда в гардеробе советской женщины. Разрешите девушку пригласить Наталью. Я не танцую. В Москве таких сексуальных агрессоров было мало. А на юге это было еще одним потрясением. Оказывается, есть мужчины, которые готовы швырять к ногам миллионы роз и драться за даму на кинжалах. И тогда Хас-Булат, чувствуя, что не может жить без любимой, решил покончить с собой и бросился с этой скалы в глубокое ущелье. Молодец, а? Грузин такой с раскрытой душой, который за один день с женщиной готов отдать вообще всю свою зарплату и уезжать в общем вагоне там назад. Но наших женщин под южным солнцем подстерегало и много опасностей. Ведь многие мужчины рассчитывали на весьма примитивный сценарий курортного романа. Марина Хлебникова однажды попала на курорте в историю, которую не забыла даже через 20 лет. Она приняла ухаживание молодого человека, который предложил ей проехаться на лодке на маленький остров. Все было красиво и романтично, но Марина была не готова к тому, что ухажер потребует близости в первый же день знакомства. Я остаюсь с этим парнем за часа дна, и я понимаю, что сейчас будет что-то страшное. И когда он мне недвусмысленно намекает, что он имеет весьма серьезные отношения, у меня намерения, я ему говорю нет. Он говорит, хорошо, тогда, значит, я уплываю. И уплыл, оставив москвичку на острове одну. В то время не было мобильных телефонов. Марину охватила паника. К счастью, через три часа ее заметили проплывающие на катере люди. Кажется, что лучшего человека в мире нет. Только потом ты ловишь себе новость к Божьему, а как я могла с таким человеком встречаться, принимать его ухаживание? Вспомним несчастную героиню Марины Ниеловой, которая сначала летала на крыльях счастья. Какой за ней ухаживает мужчина! Красивых женщин я приглашаю в ресторан. Вот вас собираюсь пригласить. А потом она осталась одна, с огромным счетом в ресторане. Прекрасный мужчина оказался мошенником, который обманул не один десяток провинциальных дур. С вас 47,50. Муж сказал, что вы заплатите. А еще на курортах наши дамы искали знакомство со знаменитыми артистами. Это сегодня наши звезды отдыхают вдали от своих поклонников. А в прошлом были весьма доступны. Ходили по той же набережной, загорали на том же пляже. После концерта мы ходили ужинать, потом номер. Товарищ Киркоров, откройте, пожалуйста. Я очень прошу, хотя распишитесь, или что-то там, или что-то, что-то. И начали уже женщины, предлагали сами себя. Но категорически я не открывал, никого не принимал. Но однажды к нему за автографом обратилась очень красивая девушка. Вокруг были сотни эффектных женщин. А Бедрос в первый же день знакомства решил – женюсь на этой. К красоте прилагалась какая-то возведенная в крайнюю степень скромность. Там очень хороший парк был, мы пошли к парку. Я начал и сделал предложение сразу, глоб, жене, без никаких этих. Она сказала, маму надо спросить, мама разрешит ли Болгарию. Я сказал, я здесь не останусь. Я прямо сказал, здесь не останусь. Я должен вернуться в Болгарию. И мама Виктории разрешила дочери уехать в Болгарию. И более того, ночевать в гостиничном номере Бедроса. На третий день знакомства. Поступок для середины 60-х за гранью морали. Но, видимо, будущей тещи Бедроса Киркорова было понятно, что этот мужчина надежен и честен. Что это не курортный роман, а гораздо больше. Ее дочь встретила любовь. Наши знакомства было 19 августа. Поэтому, когда мы сделали кольца, мы написали 19 августа, 19 августа 64-й год, Сочи. Когда она скончалась в 94-м году, я три года не выходил из дома. Не пел, ничего. В курортных гостиницах, как и по всей стране, действовало четкое правило. В одном номере могут жить только официально зарегистрированные супруги. Если к мужчине приходит дама, то после 23-х часов она обязана покинуть номер. Стук в дверь, простите, да, ваше время истекло. Такое было, да. Сейчас этого, естественно, нет. Но не стоит делать из всех дежурных гостиниц злых церберов на охране советской морали. Часто они проникались с сочувствием к влюбленным и позволяли им нарушать строжайшие правила. Она вышла и сказала, есть один номер наверху, Косблок. И беру на свою ответственность. Вот. Ну, если зайдут там куда-то, то мы вас как бы попросим. Вот. Там одна койка, но там никого нет. Мы вели себя как мыши. Чтоб не было звука, скрипа. Но зато было хорошо. Вот это потрясающе. Это потрясающе. Директор театра Романа Виктюка гордится десятками курортных романов. Считается, что большинство таких связей кончаются в день отъезда с моря. Это вот близко к тому, что во французском кино там анонимный секс и другие вещи. То есть встретились, поговорили, не вникая глубоко в отношения, освободив его от этой условности, нагруженности всякими принципами коммунистическими. То есть отдав сексу сексово. Хоть на какой-то короткий промежуток жизни другая модель отношений появлялась. Но Александр умел внушить своим спутницам, что у них все серьезно. Хотя расставание было неизбежно. Но как объяснить, что многие героини его пухлых телефонных книжек до сих пор его помнят и жаждут встречи? Вот уже прошли лет 20-25. Боже мой, да-то уже в Германии находят. Вот женщина в Германии живет, Света. Она мне звонит, говорит, вот это вот замуж вышла, но она же мне звонит. Она же говорит, я приду в Москву. Ради любви наши люди были готовы на настоящий риск. Ведь государство вело двойную игру. С одной стороны, вроде закрывало глаза на интимные интрижки граждан на курортах. А с другой, периодически о себе напоминало. И достаточно в грубой форме. Многие пляжи закрывались, 23 часа нельзя было на них приходить вечером, ночью, тем более купаться. Потому что в это время, когда темно, могли шпионы приплыть в плавках к нам и узнать все наши важные секреты. В два ночи наряд пограничников с собаками, с фонарями. И если тебя там находили полуголым, то обязательно требовали паспорт. Да, поэтому все, кто шел купаться без трусов, они брали с собой паспорт. И паспорт прикрывались. А потом могли отвезти в отделение милиции, составить протокол о нарушении общественного порядка и припугнуть письмом по месту работы. Люди, лишь бы вот этого не происходило, выкладывали свои последние курортные деньги, лишь бы эта информация не пошла туда, в родной город. Я говорю, что случилось, Иван Иванович? Да вот, съездил сейчас и изменил жене, вот вызывали на партком. Ну что? Ну, партбилет на стол. Да, трагедия. Наши курорты помогали преодолеть рутину жизни, давали новое состояние души, какое-то несоветское, свободное, радостное. Курортных романов хотели все, и работяги, и интеллигенция. Правильно говорят французы? Фершеля фам. Вот, в прошлом году, в Сочи, я был на лечении. За 24 дня ни одного лекарства, ни одной процедуры, и хоть бы что, ничего не брало. А почему? Потому что женщина там была, мать мущая. А мужиков? Ну, на весь корпус 4 человека. Я там был первый парень на деревне. Чуть не женился. И пусть курортный роман длился совсем недолго, человек ненадолго становился счастливее и спокойнее, что и было задачей коварных партий правительства. Маленькие прегрешения, они должны быть в жизни человека. Иначе он не чувствует себя виноватым и становится непослушным. Сегодня почти бесплатные путевки в рай – большая редкость. И государство давно не бросает миллиарды на строительство здравниц для народа. Курортов у нас вообще осталось немного. Мы потеряли наш любимый Крым. Это уже Украина, Абхазия – это уже Абхазия, Прибалтика – это все, если взять, ну, такие морские побережья, куда стремились наши советские люди отдохнуть, то осталось только Черноморское побережье Кавказа. А в Сочи кипит большая стройка, город готовится принять Олимпиаду. Какие тут курортные романы, сплошная суета при заоблачных ценах. Многие советские санатории называются теперь отелями. В них можно все – сколько угодно спиртного в любое время суток, сколько угодно романов. Курорты стали сосредоточением проституции, платных услуг, которые вытеснили эту романтику. И вот, честно говоря, это достаточно большая потеря для общества, потому что курорты – это была, ну, пусть такая полурегальная, но, в общем, светлая струя в жизни человека. Москвичи и вся Россия сегодня ездит отдыхать в Египет, Турцию, Болгарию и тратит на отдых за бугром 27 миллиардов долларов в год. И для многих эти поездки проходят как в тумане. Количество алкоголя, которое употребляют наши люди, просто пугает. Но что делать? Жизнь такая сложная, такая нервная, что во время отдыха хочется просто забыться. Что и делают наши граждане, заказывая первый коктейль уже за завтраком. Сегодня наши граждане ездят в Турцию, Болгарию и Египет. Кто-то богаче летают на далекие экзотические острова, отдыхают с большим комфортом и капризничают, если сервис хромает. Но количество курортных романов значительно снизилось. При питании по системе все включено, сил на любовные страсти уже не остается. И это очень жалко, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин